Тамбовский волк! Тамбовский... Добрый вечер! Валерий Житков! Привет вам от всего авторства «Цеха» в студии «Квартал 95». 8 марта замечательный день, и мы сегодня, естественно, будем говорить о женщинах. Но в отличие от всех предыдущих номеров, мы будем говорить правду. Монолог называется «8 марта. Судный день». Исполняется с суровым выражением лица. Посмотришь голливудские фильмы, нам постоянно грозит апокалипсис, метеоритный дождь, нашествие инопланетян. Все это полная чушь. Нашу планету скоро захватят женщины. Причем очень скоро. Доказательств того, что они готовятся к войне, предостаточно. Просто мы не хотим их видеть. Помните революцию? Нет, не оранжевую. Ту, которая получилась. Что первым делом... Что первым делом захватили рабочие и матросы? Почту, телеграф, телефон. Ну? Вы видели хоть одного мужчину, который работает на почте, телеграфе или телефоне? Не настораживает? Все, что делают женщины, это масштабная подготовка к порабощению мира. Зачем им постоянно нужны новые сапоги? Ни кеды, ни сланцы, а именно сапоги. Где сапоги, там армия. Где армия, там война. Пока мы смотрим фильмы про апокалипсис, наши жены тайно закупают оружие. Танки, самолеты. Да это так, иначе куда можно было за неделю потратить все, что я заработал за все новогодние корпоративы? И это только иллюзия, что нас не победить, и мы, мужики, единая сила. Среди нас много предателей. Танцоры. Стилисты. Продюсеры. Политики сейчас могут так громко не смеяться. Женщины, наш единственный реальный враг. Зачем далеко ходить, кто голосовал за Черновецкого? Женщины. Старые, но женщины. Зачем они это сделали? Очень просто. Они хотят уничтожить нашу планету. Вы посмотрите, какой изощренный военный план. Проголосовав за него, они за одну зиму, без единого выстрела, уничтожили наши дороги, машины, а тех, кто ходил пешком, сделали инвалидами. Они всегда думают на много ходов вперед. Морально нас уничтожают еще в школе. Почему учителя по всем нормальным предметам женщины, а наш как не физрук, так трудовик? Ну, максимум еще по пению, и тот, как правило, предатель. Они сильнее нас и морально, и физически. Вы когда-нибудь ходили с женой по магазинам? Представляете, какие нагрузки может выдерживать их организм, если это для них отдых? А этот их секс, как они хитро придумали. Я два года ухаживал до этого, потом девять месяцев после этого, и все это для того, чтобы их стало на одну больше. Они очень опасный противник. Чтобы вы знали, Камасутра — это их боевое искусство. Посмотрите повнимательнее. В начале книжки вроде как бы на равных, а последний из страниц 10 мужик уже мертвый. А мы надеемся на нашу армию. Да случись война, и все наши ВДВ, ПВО и ВМС, и двух минут не продержатся против одной женщины с ПМС. Они нападут, как немцы. Неожиданно, рано утром, в воскресенье, когда всем нам плохо после субботы вечером. Не будет ни затяжных артобстрелов, ни ковровой бомбежки. Просто в один момент они перестанут делать то, что делают для нас каждый день. И вот мы, в грязных носках и мятых рубашках, неся огромные потери при попытке самостоятельно приготовить завтрак, за считанные минуты из сильной половины человечества превращаемся в стадо напуганных животных. Это будет самая молниеносная и самая эффективная война в истории. Разрозненные очаги сопротивления, возглавляемые отпетыми холостяками, жестоко подавляются карательными отрядами из тещ и бывших любовниц. Самые отчаянные уходят в лес, становятся партизанами, но спустя время из-за отсутствия женщин партизаны постепенно превращаются в предателей. А женщины владеют миром. Я уже вижу этот кошмарный парад их победы. Когда ничьи коняшах пройдут по главной площади и не дрогнув, бросят в огромный костер наши спиннинги, игровые приставки и автомобильные журналы. Женское господство неизбежно. Не знаю, как в других странах, но в Украине это произойдет очень скоро. Иначе бы она так просто не сдалась. Так что, мужики, если будет война мужчин и женщин, шансов у нас ноль. Поэтому давайте любить их и ценить, потому что если не можешь победить врага, стань ему другом. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!